Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я хочу продолжить, наверное, пока что цикл наших видео, которые так или иначе будут связаны с осознанием, с войной, которая сейчас проходит в Украине, и, конечно, на которую мы не можем реагировать. И мне бы хотелось всё-таки продолжить тему изучения человека в войне, изучения нашего опыта и разбирания больше в этой теме для того, чтобы помочь себе лучше пережить то, что, в общем-то, происходит, поскольку сделать это не так-то просто абсолютно не для одного украинца. И я бы хотела посмотреть на ситуацию глубже не с точки зрения политических обзоров, а с точки зрения человека как такового. И сегодня мне бы хотелось поговорить, наверное, начать эту тему, скорее всего, и обсудить тот опыт и те инсайты, возможно, которые открыла лично я для себя вот за эти 40 дней, которые на данный момент длится война. Я уехала чуть больше месяца из Киева, и кажется, что за этот период жизни я прожила какую-то невероятную историю, потому что это была не одна страна, и очень много каких-то интереснейших вещей со мной происходило. Но я сегодня не буду рассказывать о том, что происходило конкретно со мной, я просто понимаю, что так же произошло у многих из нас, ну, за исключением, наверное, конечно, людей, которым пришлось пережить этот опыт взаперти, ну, и о самом страшном я даже не хочу говорить, я не могу об этом говорить, потому что я этого не переживала, и, наверное, это было бы некорректно и нечестно. Но я знаю, что огромное количество людей проходит мой путь, точно так же, которые уехали из дома или даже оставшись дома, ведут достаточно активную жизнь в помощи, в осознании, в принятии всего того, что происходит, и пытаются уместить это в свою голову, и, безусловно, все это не умещается. Итак, один из первых, наверное, инсайтов, которые открыли мы все для себя, это, конечно же, то, что оказывается, все материальное в мире не так ценно, каковым мы его считали, потому что большинство из нас, ну, буквально, взрывали деньги в недвижимость, в квартиры, в дома, и, в общем-то, делали, с одной стороны, вроде как все правильно, но с другой стороны, когда мы оказались в такой жесткой ситуации, и нам нужно было собрать тревожный чемоданчик, согласитесь, класть в этот чемоданчик особо-то ничего и не хотелось. Ну, понятно, что у кого были деньги, тот положил с собой деньги, но вот это все материальное, бесконечные вещи и все, что окружало наш дом, в общем-то, стало не таким уж ценным и нужным. Самое главное было забрать своих близких людей, своих детей, и, в общем-то, это главное, за что мы беспокоились. И тут такой первый инсайт, а как так? Мы всю свою жизнь тратим постоянно на какие-то побрякушки, цацки, бренды, вещи, мы очень много работаем, не спим ночами, там, ну, у каждого свои истории, да, чтобы что-то приобрести, и это приобретение является для нас целями, а в результате это оказывается настолько ненужным. Инсайт номер два. Я осознала лично, насколько важно и насколько чувствуется твоя взрослая или детская позиция в такой ситуации. Я увидела огромное количество беспомощных людей в контексте того, чтобы позаботиться о себе. Людей, которые не знали, как уехать, людей, которые принимали какие-то совершенно неадекватные, глупые решения, людей, которые не могли никак разумно думать, и дело было даже не в стрессе, и которые перекладывали ответственность на кого-то другого. Я даже по сей день встречаюсь с тем, как люди пишут, например, а можете ли вы мне найти, при том, что информации уже предостаточно. Я увидела очень много человеческой лени и нежелания, опять-таки, брать ответственность за свою жизнь, на себя. Постоянное спихивание на кого-то другого. Вы знаете, это очень удивительно, потому что если в реальной жизни я видела это очень часто, то сейчас я понимаю, что многие люди так и остались совершенно в детской позиции. Обвиняя, например, тех, кто выехал, тех, кто остались, совершают очень странную, ну как бы, согласитесь, это выглядит очень странно, потому что повыезжали люди не те, у кого были деньги. Я, например, выехала и вообще нигде ничего не платила, потому что везде все было бесплатно. И с деньгами-то особо большими я не выезжала, совсем не выезжала, скажем так. Но вопрос в том, что большинство людей, ну точнее так, многие люди, которые осуждают тех, кто выехал, осуждают только по той причине, что они не выехали. Потому что те, кто, например, остался, у них была твердая позиция, я хочу остаться. Но если человек, например, выезжает один, а другой остается и начинает его в этом обвинять, и опять продолжает говорить, потому что у меня нет денег, потому что, потому что, это тоже очень странный момент. Так вот эта детская позиция сохраняется у многих на протяжении всей жизни, и я хочу, чтобы вы сейчас обратили на это внимание. Потому что если вы не в состоянии сами себе найти жилье, сами себе это означает помониторить информацию. Все страны, ну огромное количество стран, например, предоставили информацию, где, что, как, волонтеры сделали сумасшедшие списки, блогеры все, люди публиковали, делали репосты-перепосты, посохраняли себе там это в актуальных сториз и папочках, есть номера телефонов для тех, кто не пользуется Инстаграмом, в общем есть все, но при этом человек по-прежнему занимает детскую позицию. И вот вы знаете, я увидела, что это наша детская позиция, такие моменты проявляются очень активно. В моем окружении все мои подруги достаточно активны по жизни, и в принципе все мы, даже в таком состоянии, в котором все пребывали, справились с какими-то сложными задачами достаточно, ну скажем так, легко, каждая заняла свою позицию, кто-то кого-то поподбивал, когда увидел, что кто-то где-то тупит, но тем не менее, каждая четко понимала, что ей нужно делать, и на каждом этапе находила решение. Огромное количество людей этого не делает от слова совсем. Люди, которые не желают ничего думать, принимать решение, заботятся о себе и постоянно находят, значит, кто в этом виноват. Ну простите, в данном случае стоял вопрос жизни и смерти, и даже в таких ситуациях я наблюдаю, что пассивность и детская позиция никуда не уходят. А это повод задуматься. Момент номер три, который также стал более чем заметен. Это, конечно же, работа и деньги. Потому что, безусловно, многие в такой ситуации потеряли работу, но многие ее даже не имели. И имели какие-то там источники дохода либо от партнера, либо от кого-то другого, либо там от сдачи жилья, и сразу же потеряли полностью как бы почву под ногами. И даже момент того, что многие страны, там, многие компании предлагают работу, приводит к тому, что люди, а, либо не хотят такую работу, либо, б, оказывается, у них нету никаких навыков и способностей, ничего. Ничего, чтобы найти на рынке труда себе работу. И вот это, мне кажется, большая проблема. В последнее время мы наблюдаем за таким интересным явлением, как поиск своего предназначения, поиск себя. Я об этом неоднократно говорила. И многие люди, пока, знаете, я работала всю свою жизнь, я наблюдала таких людей просто десятилетиями, которые говорили, я пока себя не нашла, я еще не знаю, чем заниматься. И вот, вы знаете, этот момент очень четко все проявил. Потому что именно те, у кого были свои навыки, способности, у кого было предпринимательское мышление, или просто хорошие навыки, которые человек может применить в любой стране, сразу же нашел себе работу. Те, кто работали в онлайне, и, в общем-то, опять-таки, работали сами на себя, тоже не потерялись. Некоторые люди сейчас видоизменили свою деятельность, свой продукт и так далее, но, тем не менее, не встали перед острым вопросом, а что мне делать. А огромное количество людей встало. И, конечно же, здесь началось следующее. Найти страну, которая будет платить мне деньги, а сколько там платят. И, честно говоря, для меня это такое, знаете, наблюдение не очень. Потому что частенько мне писали люди, например, и пишут сейчас, Оля, ты можешь бесплатно остановиться на несколько дней, я хочу там в Испании летом, хочу в Венеции летом, хочу еще где-нибудь. Иногда складывается такое впечатление, что у нас не война, а просто возможность сделать какой-то турне. Конечно, таких людей, в благах, в моем окружении немного. Но, тем не менее, это ли не повод задуматься нам, а не пора ли мне все-таки найти себе профессию и дело? И, учитывая последний опыт, найти себе такое дело, чтобы я была применима в разных странах, или, например, найти себе дело, которое мне будет нравиться в моей стране, но, тем не менее, знать иностранные языки. Потому что сегодня, когда, если брать украинца в Европу, открылась, возможности наши огромные. Конечно, я не говорю нам сейчас всем о том, чтобы нам теперь нужно работать на иностранные рынки, и нам теперь нужно забыть о себе, и не вернуться в Украину ни в коем случае нет. Конечно, нет. Но я говорю о том чувстве свободы, которое мы можем, и уверенности мы можем иметь, понимая, что наши навыки, техники, умения, то, что мы можем делать, применимо в любое время в любой стране. Удивительно, но маникюрши, уехав с Украины, легко находят себе работу в другой стране, даже среди диаспоры Украины. А некоторые люди, которые что-то, чем-то непонятно занимались, в итоге приехали и говорят, делать ничего не могу. Я думаю, что это прекрасная возможность задуматься над тем, о чем мы, собственно, занимаемся, каждому из нас, а насколько и в каких условиях может быть нужна моя работа. Ведь на самом-то деле, с наступлением войны в Украине, мир не прекратил свое существование, и мир не замер, и по-прежнему тратятся триллионы, не знаю чего, долларов, евро, какой угодно валюты, ежедневно по-прежнему все продолжается. Вопрос только, можем ли мы применить себя к этой экономической системе. Очень важно сегодня, особенно нам, пережив этот опыт, найти ту работу, которая может быть с нами. Очень важно, кем бы вы сегодня ни были, иметь свою работу в руках или в голове. Помните, что когда вы хороший профи в чем-то, когда вы нашли себя как профессионал, вы никогда не потеряетесь. И даже пережив сложные моменты, безусловно, когда немного недоработали, вы всегда затем найдете себе место получше, чем посудомойка в ресторане, или поломойка где-нибудь в какой-то стране, больницы. Ну уж точно, мозгов хватит на побольше. Просто, как мне кажется, сейчас мы с вами четко увидели, что наше время не бесконечно, жизнь не бесконечна, и что изменения уже последние несколько лет, начиная с коронавируса, Вселенная нам очень четко демонстрирует, и никто не знает, что будет дальше. И чем более мобильным вы становитесь, чем больше вы инвестируете в себя, тем круче. И вот здесь следующий инсайт. И вдруг я обнаружила, что все мои самые лучшие инвестиции, которые я делала, это отнюдь не Кеды Диор и отнюдь не сумочка Луи Витон. Это инвестиции, которые помогали мне развивать меня саму. Мои способности, мои навыки, мои таланты, мое мышление. И мою базу клиентов. Потому что, несмотря ни на что, в этой ситуации я безумно благодарна, что я смогла найти и нужные слова, и нужные продукты, и большое количество людей, которым я была нужна, и, надеюсь, буду нужна еще очень долго, а была нужна в первый месяц войны. И, конечно же, это позволило мне не только не упасть морально, потому что я повторяю, что для того, чтобы держаться самому, нужно держать кого-то. Когда ты держишь кого-то, ты крепко стоишь на ногах, и тем самым держишься сам. Понимая, что мне нужно помогать большому количеству людей вылазить из собственного состояния падения, мне очень сильно это помогло собраться самой, для того, чтобы суметь помогать другим. Иначе в таком состоянии раскишен я бы ничего не могла сделать. Безусловно, это помогло и финансово. Потому что, несмотря на то, что я в своих продуктах очень снизила цены и сделала, как мне кажется, максимально доступное решение, все это прекрасно в итоге сработало и дало результат хороший и мне, и другим людям. Поэтому инвестиции, которые мы делаем в себя, крайне важны. Огромное количество моих учеников, рерайтовцев, кто в теме, кто не в теме, чем я занимаюсь, я веду марафоны по умышлению, написало, что именно благодаря тому, что люди уже проходили марафоны, продолжали работать со мной и изменили свое мышление, пережить то, что сейчас происходит, значительно легче. А значительно легче, потому что ты понимаешь некие законы Вселенной, которые помогают тебе самому держаться на плаву. Я неоднократно рассказывала об этих законах и неоднократно говорила о том, почему важно это использовать и как именно это поможет в жизни. Понимаю, что многие что-то подзабыли, поэтому в следующем видео я как раз расскажу о тех главных законах Вселенной, которые сейчас как никогда важно помнить и помогать себе вылезти из того состояния, в котором мы сейчас все оказались. Хочется напомнить и вам о себе, что война закончится. Это обязательно произойдет. И я надеюсь, что самое ближайшее время. И мы с вами останемся. Останется наша жизнь. Да, она будет другой, но тем не менее. Останемся мы. Останется много людей. Останется наша потребность в том, чтобы реализовываться, зарабатывать. Останется наш жизненный путь, который мы с вами и проходим. Ведь в конце нашего пути не останется ничего для нас. И об этом тоже важно помнить. И наше тело, и наши материальные блага. Все это исчезнет для нас с вами, и мы пойдем дальше, шагать по следующему нашему пути. Но опыт, который мы получим, ту трансформацию, те силы, те понимания, сознание, это то, что останется с нами дальше. И для этого мы, собственно, с вами и живем. И об этом тоже важно помнить в такие моменты. Поэтому подумайте, какие осознания сделали для себя вы. Что вы для себя поняли? Чего вам не хватает? Что вам нужно иметь? Во что вам необходимо инвестировать? Что для вас оказалось главным? И чего вам катастрофически не хватило? И вы точно знаете, что теперь это нужно сделать. Я всем желаю не только хорошего дня, насколько это возможно. Я всем желаю внутреннего подъема и сил собрать себя. И, конечно же, просто не могу не закончить тем, чтобы пожелать нам скорейшей победы и сказать самые главные слова сегодня для каждого из нас. Слава Украине! Спасибо. Спасибо. Спасибо.